МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Какая чушь, что потом мучают угрызения совесть, что те, кого убиваешь, приходят по ночам в кошмарах. Мне до сих пор не приснился ни один». Так хладнокровно и спокойно отвечала Антонина Макарова-Гинсбург на вопросы следователей. В ее словах не было ни раскаяния, ни сожаления. Позже оперативники с удивлением вспоминали, как невозмутимо подозреваемая рассказывала о массовых казнях, которые совершала лично. Для нее не было разницы, кто стоит напротив прицела. Все приговоренные к смерти были одинаковые. Она не знала тех, кого расстреливают, они не знали ее. По крайней мере, так Тоня поначалу себя успокаивала, а потом вошла в привычку – казнить людей ей даже нравилось. Обычно молодая советская девушка расстреливала группу из 27 своих земляков. Арестованных ставили цепочкой. По команде начальства Тоня становилась на колени и стреляла по людям до тех пор, пока замертво не падали все. Она была 19-летней девушкой, лично убившей полторы тысячи человек. Полторы тысячи, среди которых были женщины, старики и подростки. 1500 своих соотечественников. Антонина расстреливала людей из пулемета, поэтому она получила прозвище «Тонька пулеметщица». Сложно даже представить, что творилось у нее в голове. Как? Когда произошло это превращение нормальной, 19-летней девушке, в убийцу, в палача. Как вообще женщина может быть настолько жестокой? И главное, что она чувствовала потом уже, после войны, когда жила среди людей, под видом обычной женщины-ветерана. А ведь «Тоньке пулеметщице» удалось создать семью. Она стала матерью двоих детей. Многое мы еще не скоро узнаем, потому как с дела Антонина Макаровой Гинсбург до сих пор не снят гриф «Секретно». Но некоторые фрагменты дела, а также выдержки из протоколов допросов стали достоянием гласности. Основываясь на фактах, мы воссоздали события, происходившие на Брянщине почти 70 лет тому назад. И выяснили, почему «Тонька пулеметщица» была найдена и предана суду. В то время, когда уже сама она абсолютно была уверена, что избежала наказания. 2 октября 1941 года немцы начали операцию «Тайфун». Главное задание вермахта – взять Москву. В начале войны германские войска были лучше вооружены, имели превосходство в живой силе. Им удалось прорвать оборону советской армии под Вязьмой. Немцы замкнули огромный котел. В окружение попали 5 советских армий. На территории более 150 квадратных километров красноармейцы сражались до последнего. Исход этой битвы был предрешен. В Вязьмском котле погибло около миллиона советских солдат. Более 500 тысяч попали в плен, и лишь примерно 85 тысяч человек сумели вырваться из окружения. Среди них оказалась и фронтовая санитарка Антонина Макарова. ТОНИ Очнулась она после очередной бомбежки. Поблизости не было ни одной живой души. Вокруг почти гробовая тишина и останки человеческих тел. Ей казалось, что ее тоже убили, и она оказалась в аду. Когда Тоня услышала чей-то стон, осознала, она до сих пор жива. И ей сильно повезло. Повезло так же, как и рядовому, стонавшему в окопе. Красноармеец был ранен, но не тяжело. Так Тоня познакомилась с Николаем. Дальше они вместе выбирались из Вяземского котла смерти. Они лесами выходили из окружения, помогая друг другу. Он искал кое-какую еду. Она готовила болтанку из коры деревьев, желудей и сухой травы, чтобы хоть как-то утолить голод. Днем они грелись у костра, а ночами, спасаясь от холода, согревали друг друга. Тоня казалось, что все ее беды уже позади, а впереди спасение и семейная жизнь с Николаем. Но ее ждало разочарование. В Брянской области Николай, который стал для нее за это время родным и близким, предал Антонину. Бросил. Сказал, рядом родное село, а там жена, дети. И он возвращается к ним. Девушка умоляла, плакала, просила остаться. Но Николай все равно ушел. И вот Тоня снова осталась совсем одна. После такого предательства она совсем отчаялась. В состоянии, близком к помешательству, девушка скиталась по близлежащим селам, пока не оказалась возле поселка Локоть. Когда наши войска отступали, особенно вот когда Вязинский котел получился, она попала в окружение. Попала, значит, потом, тут вот недалеко, деревня Красный колодец, туда попала. Вот там, наверное, месяца полтора жила. А потом прибыла сюда. Вот когда она прибыла сюда, значит, ну, молодая, естественно, плену ей не захотелось быть, она пошла в услужение немецкой власти, так сказать. Тоня попала в руки немецких полицаев, которые охотились на окруженцев. Задержанную спросили по-русски, кто такая. Она ответила, Тоня Макарова из Москвы. Ее забрали и куда-то повели. Советскую санитарку могли расстрелять без суда и следствия, но симпатичную девушку не поставили к стенке и даже не посадили в тюрьму. Почему же ее пощадили? Как ей удалось спастись? Отвечая на эти вопросы следователей, женщина объяснила, что же повлияло на полицаев. По дороге Антонина начала с ними разговор. Сначала так, ни о чем, а потом повела беседу о грехах советской власти. Мол, и землю со скотом у селян отобрали, и на фронт миллионы людей, как в мясорубку бросили. Такие разговоры явно были фашистам по душе. Тоня была настолько убедительной, что ее даже привели показать местному начальнику Каминскому. Бронислав Каминский, бывший технолог местного спиртзавода, сразу стал у фашистов своим. Немецкие генералы оказали ему высочайшее доверие, назначили обер-бургомистром и позволили строить в локте новое будущее без советской власти. Затевая автономную Локотскую республику, немцы рассчитывали на поддержку местного населения. И они ее получили. Поскольку дали людям хорошую взятку. Вернули крестьянам землю, раздали колхозное имущество, изъятое ранее. Но не все жители региона поддержали оккупантов и новый порядок. Многие ушли в леса и взялись за оружие. К партизанам присоединились и окруженцы, те, кто чудом вырвался из Вяземского котла и не хотел сотрудничать с нацистами в локте. Началось мощное противостояние между бывшими соотечественниками. С одной стороны, там была разрешена частная торговля, частная инициатива. Крестьянам позволялось работать на своей земле. И у них забирался только определенный небольшой налог в пользу оккупационных властей. С другой стороны, постоянно шли бои с партизанами советскими, которые находились в Брянских лесах. И эти бои сопровождались взаимными жестокостями. То есть победители уничтожали не только побежденных, но и мирное население их поддерживавшее. В борьбе с партизанами и красноармейцами новое локотское руководство было беспощадно. Их брали в плен и массово уничтожали. Официальной идеологией тоже был антисемитизм. И каминцы, как их называли, уничтожали также и евреев. Правда, в числе уничтоженных евреев тут цифры очень разнятся. Есть цифра 40 человек, есть цифра 250, есть цифра 1214. Но последнее просто кажется очень маловероятной, потому что такого количества евреев на территории локотского самоуправления вряд ли можно было найти, потому что все-таки это было за пределами черты оседлости. Среди казненных вполне могла бы оказаться и Тоня Макарова. Но она решила во что бы то ни стало выжить, выжить любой ценой. Цена оказалась слишком высокой. Каминский лично предложил Тоне выполнять работу палача всего округа. 19-летняя советская девушка согласилась. У ней выбор даже был такой, чтобы вообще уйти в леса или куда-то к партизанам, короче говоря. Но она этот выбор не выбрала, а вот пришла к услужению оккупационным войскам, то есть властям. Ну, большие, может, тут небольшие были, а вот спасти свою шкуру или жизнь, это была возможность такая, и она поэтому остановилась вот здесь и начала прислуживать оккупационной власти. С Каминским она беседовала довольно долго. В разговоре обербурга мистер Локтя спросил, как Антонина относится к коммунистам. Девушка без раздумий выпалила. Ненавижу. Сможешь убить хотя бы одного, продолжил Каминский. Не задумываясь, девушка ответила. Убью хоть десяток. По крайней мере, так Антонина Макарова-Гинсбург рассказывала на допросах, как устроилась на работу к пособникам фашистов. Ей поручили исполнять смертные приговоры и выдали пулемет. Но перед этим будущая карательница приняла присягу на верность Германии. Поселок Локоть Тонька, скорее всего, пришла абсолютно сознательно и добровольно. Никто ее не гнал к немцам. Никто не ставил перед выбором убей или будешь убит. Вовсе нет. Просто здесь, в Локте, благодаря бытовавшим профашистским настроениям, у местного населения не было проблем ни с одеждой, ни с едой. Немцы бесперебойно снабжали Локоть товарами первой необходимости. Тонька могла бы пойти к партизанам в Брянские леса, но она не сделала этого. Она предпочла спокойную жизнь с достатком. Неужели она не понимала? Неужели не догадывалась, что фашисты потребуют от нее отработать эту самую сытую жизнь? Вряд ли. Все она понимала. Все она понимала и поэтому пришла в Локоть. Все, что произошло с ней потом, лишь последствия этого выбора. Тоне выделили комнату при местном конезаводе. Пообещали сытую жизнь, назначили зарплату 30 оккупационных марок в месяц. После пережитых скитаний и голода, ей казалось, она готова на все, и предложение Каминского – не худший вариант. Казалось, пока дело не дошло до расстрела. Но пути назад уже не было. Тоня сделала тот шаг, после которого нет возврата. Грань переступила, именно оккупация повлияла. Здесь она основалась, и многие аж потом переметнули на немецкую сторону. Говорили, очевидно, ее. И она это делала все с удовольствием. Она от этого имела все, что она хотела. А что она имела? Как что имела? Она жила в роскоши. Но если народ голодал в то время и нищенствовал и так далее, то у нее было все абсолютно. Гулянки вот эти вот постоянные в этом клубе для них. И все прочее, прочее, прочее. Достаток – это то, чего Тоне так не хватало. Теперь девушка не думала о том, что с ней будет завтра. Ее окружили вниманием, обеспечили нормальные условия. И когда Тоня уже поверила, что ей улыбнулась удача, девушку позвали на улицу. Между ней и заключенными поставили пулемет. На первом расстреле Тоня Макарова была пьяной, но даже в таком состоянии хорошо запомнила тот день. Группу приговоренных вывели на край села, к кладбищу. Измученных людей поставили цепочкой. У них не было ни одного шанса выжить. Бежать не могли. За казнью следили немецкие конвоиры с автоматами на плечах. Миловать обреченных мужчин и женщин тоже никто не собирался. Тоня долго не могла набраться смелости и лечь за пулемет. Она смотрела на заключенных, они не опуская глаз на своего палача. Тогда один из немцев налил девушке стакан водки. Та выпила залпом. Через несколько минут Антонина Макарова забыла о всех своих сомнениях. На каждой казни Тоня расстреливала из отечественного пулемета «Максим» до 30 человек. Тех, кто умирал не сразу, добивала из пистолета, обходя место казни. Почти два года девушка работала у немцев палачом. За это время она убила почти полторы тысячи человек. Вот через эти ворота обреченные узники этой тюрьмы отправлялись в последний свой путь. Здесь, значит, Тонька-пулеметщица грузила пулемет на Диаконскую тюрьму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Время оккупации фашистскими войсками нашей территории Здесь находился особый округ Это была тюрьма особого округа оккупантов В тюрьме находились военно-пленные, партизаны, подпольщики И просто граждане, советские граждане, можно сказать так В отдельные периоды здесь находилось от двух до двух с половиной тысяч человек Камеры были набиты, можно сказать, битком по 20, по 25, до 35 человек Иногда даже им негде было спать, люди спали стоя и сидя Камеры мы сейчас зайдем в одну из них и посмотрим Эти камеры называются сейчас длинниками Но они в основном сохранились такие же, как они и были Вот сейчас заходите, мы тут просмотрим Значит, стены сейчас у нас пониже А раньше они были до потолка сделаны Здесь тоже, где двери стояли, тоже было загрожено до потолков Здесь находились окна с решетками, вы сейчас их видите Но решетки сейчас уже не те Те решетки были массивнее и крепче И вот в этом маленьком помещении находилось около 20 человек Здесь же были и старики, и женщины, и особенно дети малолетние Люди в локте до сих пор рассказывают, как по ночам она зачем-то спускалась в конюшню И тайком рассматривала приговоренных, которых ей предстояло убить Почему она это делала, так и не смогла объяснить Зато она нашла оправдание своим действиям Это хорошо видно в протоколах допросов Антонины Макаровой Гинзбург Это отрывок одного из них Бывало, выстрелишь, подойдешь ближе, а кое-кто еще дергается Тогда снова стреляла в голову, чтобы человек не мучился Мне казалось, что война спишет все Я просто выполняла свою работу, за которую мне платили Страшно убивать только первого, второго Потом, когда счет идет на сотни, это становится просто тяжелой работой Летом 1943 года начались бои за освобождение Брянщины От немецко-фашистских захватчиков Немцы вместе с бойцами русской бригады СС и сочувствующими отступали на запад 5 сентября 1943-го советские войска взяли локоть С бывшими пособниками нацистов никто не церемонился Полицаев, работников локотского самоуправления карали по суровым законам военного времени Такая же участь постигла бы и Тоню Макарову Если бы она предусмотрительно не исчезла Еще долгое время после войны в локте ходили страшные легенды О девушке-палаче Органы госбезопасности в отношении Антонины Макаровой заочно возбудили уголовное дело Но оперативники никак не могли выйти на ее след Дело несколько раз передавали в архив, но не закрывали Уж слишком серьезными были преступления этой женщины Макарову искали по всей стране, но безуспешно А она все это время жила в Советском Союзе В чем же была загадка Тони? Как ей удавалось избегать возмездия? Бежав с локтя, девушка снова оказалась перед угрозой смерти Тоня знала, ей не простят содеянного Она знала, что Каминскому один конец будете И вообще Бригадеева тоже будете один конец Все-таки когда-то их настигнет месть советской армии, месть советского народа И она с ними тоже эвакуировалась или отступила, можно сказать Но потом там уже неизвестно, где следы потерялись И где-то уже в Прибалтийских республиках она осталась там Антонина нашла простой выход Она подделала документы В украденном военном билете указала, что с 1941 по 1944 год Макарова работала в 422-м санитарном батальоне По этим бумагам в 44-м году она устроилась медсестрой В передвижной советский военный госпиталь Здесь ухаживала за ранеными солдатами Не боясь ни крови, ни страшных увечий бойцов Один из них его отхаживала молодая медсестра И влюбился в Тоню А там этот ее муж Гинсбург был ранен и лежал в этом госпитале Вот там они с ним познакомились И он ее привез сюда, в Лепель Потому что в Лепеле это его родина была тут Его знакомые, друзья, может даже и родственники жили И так и они с этого времени жили в Лепеле Была ли это взаимная любовь Или Макарова все придумала, заметая следы Как бы то ни было, она вышла замуж Взяла фамилию мужа После войны молодожены поселились В небольшом белорусском городке Лепель Где Тоня уже с новыми документами Начала новую жизнь У нее было удостоверение У нее были документы все Что она участник отечественной войны И он, и она Потому что они очень долго доходили к квартиру Чтобы им бесплатную квартиру дали Представьте, и дали Так как они оба участники отечественной войны И даже к 9 мая, к празднику Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дианаuyu Субтитры создавал DimaTorzok Диана Стала активно работать при советской власти Она даже была на своем производстве на доске почета Вот это вот ее, значит, и спасало от возмездия и от кары. Даже у нее семья была, даже двое детей у нее было. И работала она вроде бы, как говорят, отлично. И это ее спасало, потому что не каждый думал, что по такой личине вот такой находится преступник. Антонина Макарова-Гинсбург работала контролером цехи на Лепельской швейной фабрике. Проверяла качество брюк, курток, костюмов и прочей продукции. Когда-то она точно так же внимательно осматривала одежду с убитых ею людей. Решала, что можно доносить, а что продать. Или пули и кровь все безнадежно испортили. Теперь она внимательно искала брак у фабричной продукции. Коллеги начальства говорили о ней одно. Очень добросовестный и ответственный работник. Правда, вот подруг у Антонины не было ни одной. Хотя она проработала много-много лет на фабрике. Людей как будто от нее что-то отталкивало. От Антонины Макаровой Гинсбург. В коллективе она была замкнутая, не очень-то разговаривала. Вот иногда обычно на работе, знаете, отмечают день рождения, собираются. Она, конечно, тоже участвовала. Но только немножко выпьет и уходила, и где-то ложилась. Видно, она боялась проговориться. Ну, по глазам можно познать, что человек хороший. Ой, я был такой пронизывающий взгляд. Прямо я ее первый раз увидела в кабинете директора. Он меня позвал, мы решали какой-то производственный вопрос. И пришла она, мастер и две женщины. Что-то у них там вышел скандал какой-то. Может, из-за качества или что. Она на меня как глянула, вы представляете, у меня мурашки побежали по коже. Вот такой страшный взгляд. Ну, не такой, как во всех людей. А что она курила и дергалась, вы знаете, она жила с такой совестью поганой. Ей так страшно было. Она всю жизнь не жила, а мучилась, вспоминая, что она делала. Она уже была замужем, и уже фамилия была ее по мужу Гинсбург. Но ни муж, ни дети взрослые ничего о ее проделках не знали. И узнали только, когда ее арестовали. Поэтому семья ее не виновата совершенно. Вот что из себя представляла эта тонька-пулеметчица. Вполне возможно, что Антонину Макарову никто и никогда бы не нашел. А она спокойно бы дожила жизнь добропорядочного человека. Но судьба распорядилась иначе. Случайность помогла изобличить нацистского палача. В 1976 году в зарубежную поездку собирался московский житель по фамилии Панфилов. Это был родной брат Антонины Макаровой Гинсбург. Ему пришлось заполнять анкету, в которой мужчина указал всех своих родственников. Вот тут-то и всплыла интересная деталь. Все его родные братья и сестры носили фамилию Панфиловы. А одна сестра Антонина почему-то была Макарова. Через несколько дней во Вире гражданина Панфилова попросили дать дополнительное объяснение. На этот раз, кроме работников учреждения, в кабинете были следователи из КГБ. Им он и рассказал, как Тоня Панфилова еще в школе случайно получила другую фамилию. Было это в первом классе. Маленькая Тоня пришла в сельскую школу. Она очень волновалась, и когда учительница спросила, как зовут девочку, та потеряла дар речи. Педагогу нужно было узнать имя и фамилию новой ученицы, чтобы внести их в школьный журнал. Но Тоня молчала. За нее все сказали одноклассники. Ребятишки прокричали, да Макарова она, то есть дочка Макара, так звали ее отца. Учительница так и записала, хотя на самом деле у Антонины была совсем другая фамилия – Панфилова. Но в школе ее все начали называть по прозвищу. Со временем девочка и сама к нему привыкла. Позже неточность узаконили и в других документах. Эта-то путаница так долго и спасала от возмездия Антонину, Панфилову, Макарову, Гинзбург. Следователям, которые вели дело Тоньки-пулеметчицы, сразу же после войны стало известно, что у девушки-палача были братья и сестры. Об этом им рассказал один из свидетелей. За 30 послевоенных лет по всему Союзу проверили тысячи Макаровых. Но подозрительной родственницы у них не оказалось. А Тоня все это время общалась со своими родными по фамилии Панфилова. Она уже не боялась ни своего прошлого, ни того, что кто-то сможет ее найти. Но после московского случая следователи КГБ быстро нашли в Белоруссии предполагаемую преступницу. Теперь им предстояло все тщательно проверить. Ведь Антонина была уважаемым в городе человеком. Директор меня позвал и сказал, Фаина Александровна, этим товарищам, расскажите все, что им надо, покажите все, что надо. Мы зашли в мой кабинет, где у меня были карточки, все трудовые книжки, и они попросили у меня швейный цех. Я им дала швейный цех, все карточки и все трудовые книжки. Мы смотрели, перестали, что-то записывали, ну и все. Сказали спасибо, нам в этот раз достаточно, и ушли. Ничего мне не сказали, что они проверяли, зачем. До меня даже не доходило, что могло быть в швейном цехе, все спокойные, нормальные женщины, трудовая дисциплина была, на уровне все. Улик было мало, и другого выхода, кроме опознания, не было. Но как не поставить под удар репутацию уважаемой в городе фронтовички и труженицы? Свидетелей для опознания решили привозить в Лепель-Тайком. Первую женщину доставили на швейную фабрику. Ну и тогда они уже мне сказали, нам надо помещение, где женщину поставить. И сказали мне провести фамилии, называли трех женщин. Гинсбург, Винник и Боровец. Я пошла, провела этих женщин, мы договорились, что я их поставлю. Стенд у нас таки стоял, там объявления вешали. Мы договорились, что на улице я их поставлю напротив окна. Потом я придумала, что сбегаю в проходную, мне надо, чтобы они пару минут постояли. Я зашла в проходную, развернулась немножко так и вышла. И повела их в административное здание. Тоньку-пулеметчицу тогда узнали. Но показаний одного человека было мало. Возможно, он просто ошибся. Нашли еще двух свидетельниц, но возникла другая проблема. Женщины, помнившие подозреваемую, и через три десятка лет панически ее боялись. Ну, у нас же были свидетели живые, видели, как она расстрелила, чем она занималась после расстрела, как она тут выплясывала с этими самыми офицерами, с немецкими. Люди живые были, свидетели живые. Так что, кто там говорит, что не так это было, такого не может быть. В 1977 году Пелагею Комарову и Ольгу Панину привезли в тихий белорусский городок. Женщинам дали инструкции, что и как делать. Малейшая ошибка могла сорвать всю операцию. Опознание решили проводить в Собесе, куда под надуманным предлогом начальница вызвала Антонину. Свидетельниц загримировали. Одну под видом работницы учреждения посадили в кабинет. Она должна была просто наблюдать за гостьей и ни в коем случае с ней не говорить. Вторая женщина вместе со следователем КГБ ждала на улице. Ее задание, если узнает Тоньку пулеметчицу, подать условный сигнал. Незаметно наступить оперативнику на ногу. Но когда Комарова и Панина увидели и узнали старую знакомую, разволновались и сделали все по-другому. Как только Макарова вышла из Собеса, за ней вслед бросилась свидетельница с криками «Держите! Это она!» Повезло. Подозреваемая этого не услышала. Вторая женщина после опознания так испугалась, что еще долго не хотела говорить правду работникам КГБ. Но цель была достигнута. Тоньку пулеметчицу снова опознали. После этого еще целый год следователи собирали улики и держали ее под колпаком. И лишь после всевозможных проверок был выдан ордер на арест Антонины Макаровой-Гинсбург, той самой Тоньки пулеметчицы, которую после окончания войны искали 34 года, 8 месяцев и 4 дня. Ну, я знаю, что ее долго выслеживали, а потом она возвращалась домой, ее около дома и задержали, возле семьи. Доставили вот именно сюда, в Брянскую область. Посадили в Волгу и уехали. Никому ничего. И, собственно говоря, особенно никто не видел, как ее забрали. Она даже не испугалась. У нее таки вид был довольный. Она улыбалась и шла вниз. И несопротивления никакое не оказывала. И спокойно села в машину, как и она ей сказали. Даже не спрашивала, зачем, или вы меня ведете, или что-нибудь. Спокойно зашли и уехали. Уехали потом, через некоторое время, может, часа через три, что ли, позвонили на мой телефон и сказали все вещи, которые у нее... Передайте родственникам. Ну, у нас работал муж и зять. И поэтому я не забрали эти вещи. Сказали, что она больше не вернется. И на этом все. В тот же день сотрудники КГБ увезли Макарову Гинзбург в Брянск. С того времени она больше никогда не видела своих родных и даже не попросила с ними встречи. В начале следователи боялись, что Антонина не переживет такой позор и захочет свести счеты с жизнью. К ней в камеру под видом заключенной посадили своего человека. Но почти 60-летняя женщина и не собиралась каяться, а тем более кончать жизнь самоубийством. Макарова Гинзбург уверяла тюремную подругу, что получит от силы года три, а после отсидки опять начнет новую жизнь. И у нее были основания так полагать. Обычно таким родственникам руководителей Рона и Локотского сопротивления им обычно давали 10 лет. И не расстреливали. Привлекли сына Шавыкина, бывшего начальника штаба Рона, который погиб, был убит немцами вместе с Каминским в 44-м. Там дочь Васюкова, тоже одного из руководителей Новковской республики, привлекли. Но им по 10 лет дали. В том, что ее не станут казнить, Антонина Макарова Гинзбург была убеждена. Мысли такой не допускала. А за что? Война же ведь была. Как будто саму себя убеждала, что не могла она поступить по-другому. Она не отрицала свою причастность, не перевергивала факты. Нет. Просто считала, что ее не за что наказывать. И даже удивлялась, что никто не хотел ее понять. Антонина настолько поверила в свою невиновность, что даже стала расспрашивать насмотрщиц о возможности в будущем устроиться надзирателем в тюрьму. Работа, мол, где несложная и, главное, знакомая. И только вот в Лепель, где прожила 30 лет, Антонина возвращаться не собиралась. Вскоре состоялся суд. Женщину-палача приговорили к расстрелу. Но даже и теперь она, хладнокровно убившая полторы тысячи людей, до последнего цеплялась за жизнь. Антонина обращалась в ЦК КПСС с просьбой о помиловании. Она надеялась, что там учтут то обстоятельство, какое само ее никогда не останавливало. Учтут, что она женщина. Так совпало, в 1979 год был провыглашен в СССР годом женщины. И это давало ей немалую надежду. Она, Антонина Макарова Гинсбург, все еще не могла поверить, что теперь окажется по другую сторону прицела. Все ее прошения были отклонены. Ну, безусловно, об этом речь. Ну, как, больше тысячи человек расстреляла женщина. Ну, как это можно расценивать? Конечно, без всяких разговоров заслуживала. По-разному обсуждали. Ну, конечно же, все были настроены против ее, недовольны этим были. Ну, и никто же никогда ее не оправдывал. Это же понятно, что такому человеку оправдания нет. Ну, может, некоторые говорят, что за давностью у нас вроде лет прошло. Но я думаю, что таких надо выявлять, надо искать. Потому что это пример для других. Другие не будут заниматься таким делом-то преступным. В ходе следствия официально доказали. Антонина Макарова-Гинсбург расстреляла 168 человек. Это те, чьи имена удалось восстановить. Остальные 1300 остались безымянными. Суд приговорил Палача к высшей мере наказания. Тоньку-пулеметчицу Антонину Панфилову Макарову-Гинсбург расстреляли 11 августа 1979 года. После войны она стала единственной казненной женщиной во всем Советском Союзе. ВЫСТРЕЛ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова